Я шла с планового гинекологического осмотра, от своего гинеколога давление, все отлично, даже было не то, что в норме, ну и резкая боль. И вот проходящие люди вызвали мне скорую помощь. Надежду Аликулову доставили в приемное отделение Щелковского перинатального центра практически без сознания. Женщине, находившейся на последнем месяце беременности, экстренно сделали УЗИ и с подозрением на разрыв селезенки увезли в операционную. Ждать нельзя было ни минуты. В хирургии Щелковской районной больницы номер два кушеры-гинекологи и врачи-неонатологи перинатального центра приняли решение провести совместную операцию. Благоделение хирургии находится в соседнем здании. Пациентка уже к тому моменту находилась в операционном блоке перинатального центра Щелковского. Была доставлена изначально в тяжелом состоянии. В этой ситуации правило золотого часа, в общем, было соблюдено от момента инцидента. Очень оперативно, надо заметить, и скорой помощью была пациентка маршрутизирована. Ну и, конечно, благодаря сотрудникам перинатального центра быстро взятал операционную. Николай Иванов делал операцию вместе с врачом-хирургом Игорем Чибаном. Теперь жизнь мамочки вне опасности. Операция удаления селезенки – это операция ординарная в том случае, если это не связано с сопутствующей патологией. Но здесь не патология, а беременность и большая кровопотеря. Поэтому сделали операцию так, как надлежит, с тщательной ревизией и тщательной остановкой кровотечения. Медики сделали почти невозможное. Спасли жизнь маме и новорожденной. Девочку прямо с операционной доставили в реанимацию. Сердцебиение у малышки едва прослеживалось. Ребенок испытал тяжелую гипоксию. Он был интубирован в родильном зале, переведен на аппаратную вентиляцию легких, доставлен сюда в реанимацию для оказания помощи. Собственно, тяжесть состояния была связана с перенесенным тяжелым кислородным голоданием. Малышки провели гипотермию. При помощи специального оборудования снизили температуру тела до 34 градусов. Так, на протяжении 72 часов врачи спасали клетки головного мозга от кислородного голодания. Спустя шесть дней новорожденная перешла на второй этап выхаживания. Еще через шесть – выписана домой, в поселок Свердловский. Сегодня день планового осмотра. Все экстренно произошло, все быстро. И хирурга нашли, привезли, и дочку спасли в реанимацию там сразу. Слава Богу, все хорошо теперь. Спасибо большое врачам. Вообще замечательно ко мне отнеслись. Что к ребенку, что ко мне. Нас так долго держали, тут смотрели за обоими, да, скажи. И анализы, и обследования, и все сделали. Девочку назвали Мадиной. Так решил папа. Малышка хорошо кушает и много спит. Специалистам перинатального центра и хирургам второй больницы удалось спасти две жизни. Михаил Налетов, Ирина Микеда, телерадиокомпания Щелково.